да вот такая она у нас золотая осень красивая осенняя тропа всех приветствую вас друзья с этого чудесного осеннего леса который переливается палитрой осенних красок когда-то и мы так бегали с ребятами со двора тут прогуливали школу изучали каждый камушек каждую тропинку в этих местах нету такого дерева куда бы мы не залазили такого оврага который бы мы не исследовали вообще такие конечно крутейшие места сейчас у нас тут золотая осень краски мироздания очей очарования я стою на скале а там видите протекает речушка которая называется верхняя хортица а эта балка называется балка канцеровская когда-то давным-давно в этих местах протекала большая крупная река это было старое русло старого днепра и река утекала вон туда в сторону преображенского моста очень хорошо просматривается здесь как раз это русло сейчас достанем старые карты и вспомним как это было еще обратить ваше внимание на данную карту и описать местность где ранее пролегала русло старого днепра и реки верхняя хортица справа вы видите расположен остров хортица слева в районе цифры 2 расположен остров байды река верхняя хортица ранее впадала в днепр в районе царской пристани она расположена на карте под номером 1 сейчас там находится дамба которая разъединяет реку днепр с гранитным карьером ранее этот гранитный карьер эта скала именовалась свиная голова во время больших паводков происходило обратное движение вода реки днепр огромным потоком вливалась в русло верхней хортицы огибала дугу и соединялась с балкой канцеровской в которой ранее протекала речка канцеровская при этом формировался остров который вы видите на карте расположен под номером 3 ранее этот остров именовались типок он же малая хортица этом острове в районе скалы рогозы располагалась паромная переправа там же чуть выше располагалась крепость которая на старых картах именуется крепость хортица от нее сейчас остались только укрепления 1845 году в этих краях произошло огромное наводнение вода бешеным потоком сметала все на своем пути деревья жилища вырванные куски земли все это с потоком воды уходила в днепр поток воды был настолько огромный что остров байды который раньше соединялся от песчаными перешейками с материком был оторван от суши и сформировался в виде острова после этого события данная местность стала именоваться урочищем вырва того чтобы укрепить береговую линию и снизить риски и последствий таких наводнений местными жителями на тот момент это были минониты было принято решение построить систему дам которые впоследствии изменили русло реки верхняя хортица изменили русло реки днепр и теперь верхняя хортица впадает в днепр в районе острова байды это более древняя карта на которой изображен остров хортица изображена река верхняя хортица и как раз изображен остров степок он же малая хортица на котором вы видите обозначена крепость сейчас перед нами аэрофото снимок сделанные в 1944 году вверху мы видим часть острова хортицы в правом верхнем углу видим остров байды и вот перед нами открывается вид на то место где сейчас расположен гранитный карьер вот как раз это место называется царская пристань слева вот как раз сюда заходил днепр и вот мы здесь видим очень хорошо просматривается старое русло хотя уже здесь к тому времени она была перекрыта дамбами также хорошо видны остатки фортификационных сооружений на правом берегу возле автопляжа и возле коровьего пляжа он же торговая бухта вот так вот выглядело это место когда не было дач когда не было карьеров даже не было еще этого каменного озера дачного я уже говорил что многие историки предполагают что именно этот остров и являлся островом малая хортица такая здесь дикая природа много разных видно на месте карьеров разных возвышенностей может быть это какие-то старые захоронения курганы это очень было такое историческое место здесь конечно надо было все изучать исследовать а потом уже начинать там что-то добывать миры вот тоже виднеется какая-то дамба но мы эти фотографии еще изучим в будущем следующих роликах связанных с этими местами а сейчас перейдем к следующей карте сейчас перед нами еще одна интересная фотография мы видим остров хортицу внизу мы видим фортификационное сооружение подписано новая александровская крепость вот речка сухая московка подписано вот так выглядит остров хортица много разных островов по бокам и вот как раз вверху урочище вырва то самое старое русло старого днепра которым мы сейчас видим ведем речь и остров степок кстати сама карта похоже будто глаз остров степок нос на грифона что ли на какое-то животное мифическое вот такой был небольшой экскурс в прошлое а сейчас здесь остались только камыши и огромные деревья как вы видите на здешних берегах не только огромные деревья но и очень высокие скалы где-то высота в районе 20 метров это точно если каховская газ не будет восстановлена то ближайшее время в ближайшем будущем нас ждет приблизительно такая картина это скалистые берега и на том месте где раньше протекала река будут расти вот такие вот огромные деревья очень красивые здесь места красивые высокие скалы особенно вот осенью когда листва упала вот прям желтый ковер из листьев ну и как все практически скалы внешние круги эти скалы тоже имеют следы обработки имеют следы бурения здесь тоже когда-то добывался камень ну и скорее всего этот камень потом использовался при строительстве дамп которые перегородили здешнюю реку а вот эти самые следы бурения здесь вот мы справа видим балка щавлевая соединяется с балкой канцеровской и желтые деревья синие осеннее небо кстати в этой балке тоже ребята поисковики много находили гильз в общем эти места тоже когда-то коснулась война вот протекает речушка верхняя хортица такой живописная отсюда открывается вид с этих скал а на этом наша короткая осенняя прогулка подошла к концу благодарю вас всех за внимание за отзывы за комментарии всем добра до скорых встреч до встречи